Рубрика «Золотой батон» Василий Крутчак и впервые в истории соведущая рубрики «Золотой батон» Светлана Лаврикова. Пойду! Да, это я! Добрый вечер! Здравствуйте! Здравствуйте! Начинается, да? Как ваши дела? Хорошо. У вас новая татуировка. Да, спасибо за меня. Вы только танцы сделали? Пока, да. А нигде больше? Нет, я потом вам скажу, если сделаю. Да, покажете? Да, конечно. Как ваш мотоцикл? Хорошо стоит. А погода как вам? Нравится. А что делаете сегодня вечером? Ночью? Нет, вечером, что сразу ночью? Ну, давайте ночью. Ну, там Вася что-то говорил о планах каких-то. Ну, идите к своему Вася тогда раз вот такая. А шнурок отвязался от грусти, так вот. Ну давайте, что там у вас случилось, короче. Володя, в мене по сценарию мало бути зовсім сьогодні все по-инакшому. Зовсім. Я сьогодні взагалі хотів проговорити про своего побратима Вову Парасюка, ну, але ситуація зовсім кардинально змінилася. Я пока шнурок позавязываю, а то ты, как всегда, очень коротко рассказываешь, это очень интересно. Давай, давай. Не-не, ты послухай, это хит реально. Бо я до этого депутата, который сейчас пойдет в МО, давно уже приглядался. Да, да. Вот, и он, знаешь, занял такую позицию, что мы там друзи. Что это за шнурок-то такой, слышишь? Я не знаю. Вот. Мені стало відомо безпередньо від Світлани. Ситуація наступна, взагалі. До мене позвонил цей депутат пару днів тому назад. Я люблю твої короткі речі. Ні, він до мене зателефонував і каже, я там читав Світлани пост на її сторінці в Фейсбук, що потрібно допомогти там собакам, їх в кількості 30 штук. Давай я дам тобі гроші, а ти дашь Світлані, щоб допомогти, щоб врятувати цих собак. Я кажу, Євген, а мова йде про народного депутата Євгена Дейдея. Кажу, взятися, будь ласка, напрямую. Я знаю. Євгені Дейдея – це человек, который был замешан в странном скандале о том, что пару лет назад, о том, что другому депутату якобы заплатил полторы тысячи долларов. Півтори? Да, полторы тысячи долларов за то, что тот в парламенті, они голосовали то ли за отставку какого-то районного прокурора Одессы, то ли еще за что? Ну, какой-то прокурорский был вопрос. Я чому перепитав, потому что он, власне, Світлані теж передав півтори тысячи долларов. Да, ты думаешь… Знаете, Светлана, вы стоите гораздо больше. Эти деньги были предназначены не для меня, а для животных. То есть человек написал сообщение, что хочет помочь содержать собак, которые на улице. Написал мне, забери животных с улицы, я возьму их на полное свое обеспечение. Так, а в чем проблема? Человек вам дал деньги? Проблема в том, что я забрала этих собак, договорилась с клиникой, забрала сразу 24 собаки на секундочку. Сказала, сколько это будет стоить. В конечном итоге… Я просто извини, я объясню, почему я улыбаюсь. Сумасшедшая. А человек просто слился. Я ему звоню, пишу, говорю, закончились деньги, нужны пеленки, потому что это щенки, нужен корм, нужен корм сухой, потом консервы, нужны вакцины, потом щенки заболели. А он вам говорит, знаешь что, ты думала, когда рожала, вот теперь сама за ним ухаживай, да? А он говорит, давай завтра, давай завтра, в конечном итоге заблокировал меня, внес черный список, чтобы от меня и к нему не приходило никакими звонки, ни сообщения. Накопилось больше 80 тысяч гривен. Тобто, ситуация какая? Небе, спочатку он дал півтори, боже, какие добрые поступки. Но он, как человек, как народный депутат, взял на себя обязательство полностью закончить эту справу, до конца довести. Вот, как он только увидел, какие там суммы набегают, он просто злился. А вы не переживаете, что вот эта история, она может навредить вашей деятельности животнозащитнической? А в чем навредить? Ну, смотри, человек же по факту дал деньги какие-то, да? Ну, потом не смог, всякое бывает. Так позвони, скажи, Свет, не подрасчитал как-то возможности, он даже не интересовался сначала, сколько, то есть, как протекают, да, финансовые там, вот эти вот затраты. По факту он уже в конце, когда я стала ему уже звонить, писать и говорить о том, что там уже долг набегает. Короче, ситуация такая. Вы доверились депутату, он пообещал, что даст деньги. Вы доверились, деньги, собственно, животные пересидели, деньги какие-то потратились, по итогу депутат слился, и вы теперь должны клинике 80 тысяч гривен. Так, у всей этой ситуации. Клиники должны около 30 тысяч гривен, а больше, то есть вообще полная стоимость, которая была потрачена на щенков, которых он должен был взять, вообще, по идее, взял на себя, было больше 80 тысяч гривен. Вот, и ситуация наступна, что керевниство, как света мне рассказала, керевниство этого заклада, клиники, сказало, что мы там претензий никаких нет, но погасите, будь ласка, цей борг, в разе того, что вы не погасите цей борг, персонал не отримает зарплаты перед Новым Роком. То есть, получается, еще одна количество людей постраждают за человека, который просто решил спрятаться и… Это называется, как дать полторы тысячи долларов и нажить себе полную голову проблем. Стоп, это не то, что нажить… Подожди, я не заступаюсь, где ты видел, чтобы я заступался за депутата, тем более за… Мы просто рассуждаем. Мы так, и я, если это мои спостережения, и не просто спостережения, они базируются на певных фактах. Можливо, сейчас, наверное, немного заранее про эти факты говорить, но я больше, чем переконный, певный, что этот же Евген Дейдей, для чего он это делал, дающий этих полторы тысячи долларов? По-перше… Хотел переспать со света, что он… Ну, это очевидно, давайте… Я этого не выключаю. Дейдей – достаточно молодой народный депутат, да, это народный депутат, которому, если не ошибаюсь, там, ну, 36. С чем-то, да? И то, там, вроде, 30, сколько, я не знаю, 29. А, 29 лет. Да, 29 лет, мне подсказывает режиссер. Он написал нам сообщение… 29 лет. И тут, Света, посмотри на сапоги, я только сапоги вижу, у меня давление подпрыгивает. Вот. Он хотел, чтобы мы его поддержали в каком-то законопроекте. А, еще и хотел, чтобы подъявляли. Да. Он… Первое сообщение было, привет, там, что щенки на улице, пишу, да, на улице. И третье сообщение такого плана, я хотел, чтобы вы с Васей поддержали мой законопроект, я им пишу, да, щенки на улице. То есть, как бы… Вася, можешь камеру теперь сделать вот так. Вот. Все, ему не повезло. А почему вы сегодня с охраной, Света? Это не охрана, это мой друг. Это ваш друг? А из каких-то про вас друзья сопровождают? А всегда у меня друзья рядом. Нет, просто ситуация загострилась трошки в том плане, что, когда Света попросила ему, скажите, можешь закрыть эти вопросы, какие ты взял обовязки на себя? Вин заблокувал ее, вот, и Света ему еще написала, что… А у нас есть какое-то видео по этому поводу? Так вот, Света ему написала… Я написала, что если ты не погасишь долг в больнице, то я напишу про тебя пост Фейсбуке. Эту историю расповезть людям. Он знает, что я очень читаем Фейсбуке в интернете, и он сказал, окей, пиши, удачи. Я говорю, хорошо. Света написала. Два дня я подождала. Так, видео есть, в котором, понятно, все. Я подождала, написала пост. Это у нас время заканчивается. Сегодня человек начал мне звонить и угрожать, понимаете? Я поэтому спрашиваю, почему он сохранен сегодня? А вы мне говорите, это друг. Я видел таких друзей. У одного на девять часов вставленного, у второго там… Так вот, Света записала эту размову с народным депутатом Евгеном, и мы можем… Давайте послушаем частный разговор народного депутата с красивой девушкой. «Помоги сделал и даже их собирал. Пуск клиника выписывает, что? И удали этот пост». В смысле удали этот пост? То, что ты меня блокировал, то, что ты мне скидывал и не отвечал? Ты тоже начинаешь… Ты тоже начинаешь вот это вот понимать на месте. Я как раз сказал, что я приеду, я все сделаю. Я приехал, у меня бюджет, который до пяти утра не спал. Понимаешь? Потом у нас в следующий день… Женя, не надо выдумывать, пожалуйста. У тебя есть водители, которые могли подъехать и передавать. И нужно сейчас себя оправдывать. Нет, это какая разница. Я не оправдываю. Я не мог в тот момент, и у меня не было возможности в тот момент это сделать. Нет, послушай, ты меня заблокировал и внес в черный список. Ты мне не отвечал, ты меня скидывал. Как непонятно было. Я же тебе сказал, я сам наберу тебя. Я же если сказал… Так что ты меня наберешь? Слушай, я тебе писала, что… И говорила в телефонном режиме, что долг висит. Какие деньги в клинике… …счет, по которому надо оплатить? Я оплачу. И удали это… Я внесла свои деньги, которые нужно было заплатить за других собак. У меня другие собаки в клинике есть. И я внесла свои деньги. Даня на других собак. Даня на других собак. Я по перечислению оплачу. Вот как ты сказала, сколько там? 30 тысяч евро. Ну, без вопросов. Удали на этот пост. Я не хочу с трудом. Поверь мне. Ты плавишь за руку, которую ты не увидишь. Кто попросил, по нормальному. Я тоже могу сейчас начать писать. Могу поднять всех журналистов и сказать, господи, вы посмотрите, что происходит. Оно тебе надо? Поднимай и… Послушай. Я уже наслушалась. Все, давай же. Нет желания общаться, и мне много делаешь, и мне нужно бежать. А чего мы забивариваемся? Я тебе напишу. Что значит, я тебе напишу? Ну, то значит… Ну, я ждала, и ты подождешь. Ничего страшного. Ну, значит, тогда я буду уже сейчас принимать решение. Принимай решение. Если ты хочешь. Ну, поверь, что оно тебе это… Ну… Принимай. Окей, принимай решение. Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Но… Зато Дэй Дэй теперь сможет хвастать, что у него с вами были хоть какие-то отношения. Он ведь выяснял их с вами, правильно? Знаешь, что они были? Да. Тот случай, когда не потянул женщину по деньгам, Женя. Вот просто не потянул. И сумма заколдованная – полторы тысячи долларов. Ну что, я тут могу резюмировать следующее. Законопроект по защите животных, которым Евгений наверняка пытался как-то усилить свой позитивный имидж, скорее всего, накрылся медным тазом. Я, кстати, без медного таза я бы использовал другое слово… У нас есть… Мы поддерживаем волонтеры Украины, поддерживаем другой законопроект. Мы ходили на митинги, собиралось много волонтеров. То есть, есть другой законопроект от совершенно другого депутата. Вот мы его поддержим. Потому что там все абсолютно правильно расписано. Понятно. Что могу сказать? Что могу сказать вам? Не знаю, кто прав, кто виноват в этой ситуации. Пускай уже решают зрители. Но лох – это судьба. Яркий пример того, что лох – это судьба. Никогда не противотношения с красивой женщиной и никогда не пытайся их наладить с помощью денег. Это я вам, Евгений, с высоты своего жизненного опыта на правах старшего товарища советую. Спасибо вам большое за то, что пришли. Спасибо вам. Спасибо вам. Света. Уверен, у вас все будет хорошо. Если вдруг Вася… Давайте поцелуемся. Понял, как нужно, депутат. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok